С мая 2015 года управляющие компании Хабаровского края будут работать по лицензии. После мая 2015 года за отсутствие разрешающего документа предусмотрены штрафные санкции. С ноября текущего года по 1 мая 2015 года в России будет проходить обязательное лицензирование управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Постановление правительства России, устанавливающий порядок его проведения, уже принято. Процесс лицензирования будет проходить в два этапа. Прежде всего, руководителю управляющей организации необходимо сдать квалификационный экзамен на знание жилищного законодательства и основных моментов сферы деятельности управления многоквартирными домами. Далее, после подачи заявления в орган, осуществляющий государственный жилищный надзор, следует проверка документов, предоставленных соискателем лицензии. Основные требования. Регистрация на территории края, наличие квалификационного аттестата, отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или решение о дисквалификации и соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации. Установление порядка проведения и определение квалификационного экзамена, выдача аттестата, проведение документарной проверки возлагается на органы государственного жилищного надзора в регионах. В Хабаровском крае эти полномочия исполняет Главное контрольное управление правительства края. На сегодняшний день Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации дополнительно к постановлению правительства России удержаны все необходимые процессуальные нормативные правовые акты, отметил заместитель начальника Главного контрольного управления правительства края Александр Ворыпаев. В течение двух месяцев каждый субъект Российской Федерации должен разработать административные регламенты о порядке оказания государственной услуги по лицензированию и осуществлению функций лицензионного контроля. С 1 января 2015 года Главное контрольное управление правительства Хабаровского края, как орган, осуществляющий государственный жилищный надзор, должно обеспечить возможность подачи и получения документов по вопросу лицензирования в электронной форме. После 1 мая 2015 года осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом без лицензии будет незаконно. За осуществление деятельности без лицензии предусмотрены штрафные санкции. Для должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификации на срок до 3 лет. Для индивидуальных предпринимателей от 150 до 250 тысяч рублей или дисквалификации на срок до 3 лет. Для юридических лиц от 150 до 250 тысяч рублей. Между тем, в ожидании предстоящего лицензирования, многим управляющим компаниям необходимо полностью пересмотреть свою деятельность и начать работать качественнее. Законодательно урегулирован порядок аннулирования лицензии. Любая управляющая компания обязана вести свою деятельность так, чтобы собственнику жилья в конкретном многоквартирном доме было комфортно в нем проживать. Общее имущество и придомовая территория должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии. За каждое нарушение, а также за неисполнение законов предписаний Главного контрольного управления правительства края предусмотрены штрафные санкции как для должностных, так и для юридических лиц, добавил Александр Ворыпаев. На сегодняшний день в Хабаровском крае свою деятельность осуществляют около 140 управляющих компаний. Большинство из них расположено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.